Любители выпить и сесть за руль, в частности, те, кто уже привлекался по данному нарушению, теперь могут оказаться за решеткой. Наказание – лишение свободы на срок до двух лет и штраф от 200 до 300 тысяч рублей. За управление транспортным средством в алкогольном опьянении повторно и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования повторно наступает уголовная ответственность. Ужесточатся наказания за дорожно-транспортные происшествия с летальным исходом, виновником которых стал нетрезвый водитель. Установлен нижний предел срока лишения свободы – не менее двух лет и до семи лет. С июля водители смогут практически все мелкие аварии оформлять без вызова на место инспекторов ГИБДД. Если же в данный момент выясняется, что у него там незначительный мех повреждения, установлен виновник данного ДТП, и они стоят, затрудняют проезд, ожидают сотрудника полиции, и сотрудник полиции вправе привлечь их к ответственности. Штраф за это может составить тысячу рублей. Водители могут на месте оформить так называемый европротокол и отправиться в страховую компанию. Изменения коснулись и пешеходов. Пешеход, который находится за пределами населенного пункта, который определен определенными знаками, должен иметь свет, отражающий шевроны или жилеты. Но это касается только темного времени суток. Иначе штраф 500 рублей. А на поддетский курорт одно из нововведений касается владельцев пассажирских автобусов. Запрещается использовать автобусы для организованной перевозки детей, с года выпуска которых прошло 10 и более лет. То есть автобусы, на которых будут перевозиться дети в курортный период 2015 года, начиная с сегодняшнего дня, будут моложе 10 лет. Это мы будем контролировать. Ответственность за нарушение данного постановления предусматривает санкцию в размере 3000 рублей на водителя. Также автобус за перевозки детей должен быть с сегодняшнего дня оборудован ГЛОНАССом, системой ГЛОНАСС или ГЛОНАСС-ГПС. Соблюдение правил дорожного движения всегда нужно начинать прежде всего с себя. Будьте осторожны на дорогах.